Затем, мы говорим, что всё идёт по плану. Извини. На территорию Российской Федерации, в Курской губернии, вторглись нацистские войска. У нас такого плана не было. Мало этого, благодаря героизму наших людей удалось их остановить, они рвались к тому, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию. Получилось? Но они к этому стремились. Они стремились, получилось? Минуточку, это разные вещи. Но если мы сейчас скажем, что всё идёт по плану, то есть, когда у них получится, тогда мы скажем, план не сработал, что ли? Дорогие друзья, приветствую вас на моём канале. С вами Тарас Березовец. Сегодня мы с вами обсудим то, как появляются трещины в фундаменте НАТО и Европейского Союза. Две страны, которые, в принципе, и ранее не скрывали своих русофильских настроений. Речь идёт, конечно же, о Словакии и Венгрии. Они сделали ряд шагов, которые вызвали скандал, как в их собственных странах, где их за это критикует их собственная оппозиция, так, собственно говоря, и показывают бессмомощность европейских структур. Напомню, Венгрия также сейчас председательствует в Европейском Союзе. Всё это происходит на фоне перебрасывания северокорейских войск на территорию России, что сегодня уже подтвердил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он называет цифру 8 тысяч российских военных. Кроме того, есть признаки формирования северокорейскими военными собственного командования на территории России. Как минимум три северокорейских генерала уже прибыли в РФ и готовятся принять командование над собственным северокорейским контингентом. Это уже совершенно другая история. Это уже не false flag operation, то есть не операция под чужим флагом и не переодевание в форму российской армии, а это уже формирование полноценного местного командования. То есть они и так подползли, сначала перебросили формирование. Не менее 500 офицеров уже переброшено, на 8 тысяч рядового сержантского состава. Теперь уже три генерала прибыли на территорию РФ. Среди них доверенное лицо диктатора Ким Чен Ина. И это может означать нечто большее. Еще раз повторю, это уже прямое участие в Северной Корее войне, поскольку есть признаки формирования их собственного командования. Как же на это отвечают наши западные союзники? Пока что они только констатируют и выражают глубокую озабоченность. А вот друзья и подельники Путина, тем временем, как мы видим, работают и весьма действенно, нужно признать, помогают ему, не говоря о пятой колонии, которая действует на территории стран Европейского Союза. И это также позор, а не только позор, это реальная угроза для европейской безопасности. Друзья, обо всем этом поговорим далее. Но начнем с другой новости. Итак, сегодня российские издания «Новая газета Европа» и «Медуза» приводят рассказ о том, что на территории Курской области действует подразделение украинской территориальной обороны. В том числе они рассказывают о YouTube-канале «Теро-медиа», на котором выходит интервью с мирными жителями Курской области. Все это выходит в рамках проекта «Ненужные Путину». Снято уже несколько десятков видео, речь идет о не менее чем 35 роликах, на которые запечатлены мирные жители захваченных территорией Курской области. Расследование, большой материал, в котором пишет издание «Новая газета Европа», рассказывает о украинских военных, представителей Курской комендатуры, которые выполняют важную функцию гуманитарную. В первую очередь они находят местных граждан РФ и сообщают их родственникам в других российских регионах о том, что с ними все в порядке. О том, что к украинским пресс-офицерам выстраивается целая очередь для того, чтобы сообщить, что с ними все в порядке. При этом сами журналисты высказывают опасения относительно того, что жители Курской области, которые достаточно откровенно пообщались с представителями украинской военной комендатуры и рассказали на самом деле о том, что представляет нынешняя преступная кремлевская власть, о том, что их бросила российская власть, не пытаясь их спасать, эвакуировать, о том, что она стирает с лица земли, населенные пункты Курской области, уничтожены просто уже несколько полностью сел. Это все результат того, что для Кремля не имеет значения, кого мочить. Мирных украинских граждан или же даже своих. Ну, впрочем, своими они уже не считают. Уже, наверное, предателями. И, скорее всего, когда рано или поздно эти территории Курской области, туда вернется российская власть, российская армия и всех этих жителей, которые там находились, их ждет, вполне возможно, даже аналог современного ГУЛАГа. Как минимум, все они будут допрашиваться ФСБ, проходить фильтрационные лагеря. Их будут избивать, их будут пытать, выбивать из них информацию любым способом. И они будут, в любом случае, и их дети записаны во враги народа. Собственно говоря, то, что ровным счетом делала сталинская власть после возвращения на территории, которые были оккупированы в вермахтам. Этих всех людей, ввергами народа. На них ставили вечное клеймо, и была такая графа, я думаю, что зрители канала помнят, когда заполнялась автобиография, были ли, жили ли вы, или ваши родственники на оккупированных территориях. Если человек писал, да, это являлось поводом для дополнительной проверки Комитетом государственной безопасности СССР, и практически на том человеке ставили крест. Нельзя было стать членом Коммунистической партии, нельзя было получить повышение, более высокую должность, и часто можно было забыть о получении высшего образования. Такие люди становились париями до конца своей жизни. И нет практически сомнений в том, что нынешняя российская власть не только является наследницей сталинских палачей, она практически во многом даже их превзошла, как бы это ни казалось странным в 21 веке. Одним словом, материал, большой материал, который опубликовало издание «Новая газета Европа», оно выходит, как известно, на территории Европейского Союза, и называется этот материал «Я еще жива». В суд же, люди живут под российскими бомбами и передают родным видео весточки. Надо сказать, что журналисты издания «Новая газета Европа» в целом пообщались, как на удивление, достаточно объективно. И они, в частности, не скрывая, спишут о том, что именно российская авиация село Сверликово и Лебедевка полностью уничтожила, сбросив на них десятки авиационных бомб. То есть, здесь даже мне не ставят под сомнение, что это все сделала российская армия, что уже само по себе, согласитесь, удивительно. Ну, мы привыкли к тому, что любая российская пресса, будь то пропагандистская или так называемая либеральная, пытается придерживаться собственных только непонятных так называемых стандартов, которых на самом деле нет. Ну, здесь скорее обратный результат, и именно поэтому я говорю, что я удивляюсь. Ну, идем далее. Государственный секретарь США Интони Блинкин на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Осином сообщил о том, что на территории Курской области уже находятся около 8 тысяч северокорейских военных. Пока эти войска не участвуют в боях против украинских сил, заявил Блинкин, но ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни. Чему же обучают российские военные своих северокорейских наемников? Блинкин говорит, что по данным американских спецслужб, они учат в первую очередь работе с беспилотниками, применение артиллерии на местности, основным боевым действием пехоты, в том числе расчистки пехотов, что свидетельствует о том, цитирую, что они намерены, они имеются в виду русские, намерены использовать эти северокорейские войска в операциях на передовой. Зеленский ранее заявил о том, что 3 тысячи северокорейских солдат находятся в тренажном лагере и ожидается, что их численность возрастет до 12 тысяч. По данным пресс-секретаря Пентагона Сабрины Синг КНДР отправила в Россию уже 10 тысяч своих солдат, которые переместились поближе к границе с Украиной. Также я подробно вчера сообщал о том, что Северной Корее Путин будет платить за голову каждого наемника в месяц 2000 долларов. При этом на руки каждый северокорейский солдат будет получать от 5 до 10 процентов этой суммы. То есть это от 100 до 200 долларов. Все остальные суммы осядет в бездонных карманах диктатора Ким Чен Ына. Ну, собственно, понятно, почему он их туда отправляет, он на них банально зарабатывает. Также еще кроме приобретения боевого опыта те, кто из северокорейских солдат останутся живы и относительно здоровы и смогут избежать серьезного ранения должны будут вернуться и делиться этим бесценным опытом ведения современной войны с другими северокорейскими военнослужащими. И, естественно, все это делается в рамках подготовки войны с врагами. Враги это, в первую очередь, Южная Корея и Япония. Ну, и есть признаки формирования уже северокорейского командования на территории РФ, что совершенно меняет ситуацию. Это полностью для вашего понимания, это кардинальное изменение. Среди нескольких тысяч северокорейских солдат находятся как минимум 500 офицеров армии Северной Кореи. И вот теперь к ним прибыло уже три генерала, один из которых является правой рукой диктатора Ким Чен Ина. Это говорит о том, что формируется в полном смысле командование северокорейской группировки, которая находится развернута на территории ПК РФ, но есть признаки того, что она может быть в дальнейшем задействована для применения на территории Украины. Итак, постоянный представитель Украины при организации объединенных наций Сергей Кислица очень известный талантливый дипломат очень жесткий и я его помню еще когда он только начинал свою дипломатическую карьеру в США он заявил ну естественно это информация которую он получил от компетентных органов украинских он заявил о том, что уже три северокорейских военачальника находятся на территории РФ. Внимание это начальный главного оперативного управления генерал-майор Син Кум Чхоль начальник разведывательного управления Ри Чхан Хо и замначальника по операциям специального назначения генерал-полковник Ким Йон Бок именно последний генерал-полковник спецназовец и является тем самым эмиссаром личным диктатора Ким Чен Ина согласно данным которые представил Сергей Кислица КНДР направила в Россию 12 тысяч военных и в их числе не менее 500 офицеров северокорейской армии все они проходят подготовку на пяти полигонах восточного военного округа РФ то есть это Дальний Восток впоследствии среди них планируется сформировать не менее пяти мотострелковых полков численностью от двух до трех тысяч человек каждый то есть это уже вполне ощутимые боевые единицы в период с 23 по 28 октября есть все данные это говорит о том что как хорошо работает украинская разведка и главное управление разведки а также разведки союзников то есть есть уже полный расклад все есть в период с 23 по 28 октября 7 самолетов перевезли из восточного военного округа на границу РФ с Украиной 2100 северокорейских военных вот уже даже такая информация все в режиме онлайн все публикуется в ходе заседаний организации юных наций все это идет и также по словам кислицы военнослужащие КНДР получают российские военные удостоверения и форму армии РФ то есть их одевают как российских военнослужащих с целью маскировки их их формируют вместе с представителями этнических меньшинств из азиатской части России в частности о чем говорилось где-то дней 10 тому назад формируется так называемый специальный бурятский батальон но он правда уже не батальон судя по всему это будет целый полк в составе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады ну то есть это уже будет уже даже не бригада это будет целый целый полноценный полк составленный из северокорейских наемников куда будут разбавлены представители других национальностей в данном случае бурятской и они находятся в составе ВДВ ВДВ вооруженных сил РФ в ноябре как заявил Кислица предположительно северокорейские соединения начнут принимать непочисленные непосредственные участия в боевых действиях против ВСУ генерал Кореи в финансирование разработки ядерного оружия и организации крупных кибератак с целью кражи технологий и иностранной валюты он также неоднократно был замечен в составе делегации сопровождавшей диктатора Ким Чен Ина ну и наконец непосредственное командование северокорейскими подразделениями на себя примет генерал-майор Син Кум Чхоль после того как два других генерала вернутся назад в Северную Корею но это не значит что из Северной Кореи не будут другие но как минимум 500 согласитесь 500 офицеров на 8000 контингент это говорит как минимум о том что у них уже будут не просто свои комзводные и комротные у них будут свои штабы развернуты поэтому еще раз говорю можем говорить о полноценном формировании северокорейского командования таким образом это явное указание на то что Северная Корея вступает в войну на стороне РФ не просто как наемники примеров в принципе достаточно то есть то что Россия им платит они наемники не отменяют факта того что Северная Корея уже становится участницей войны третьей участницей напрямую еще раз повторю например в отличие от того же Ирана он ограничивается поставками России вооружений баллистических ракет и шахенов своих военнослужащих они не давали а северокорейские военные уже были замечены как на территории оккупированных в частности шесть было уничтожено в результате удара по Донбассу также появляет сообщение о том что они могли находиться на территории оккупированного Крыма но в любом случае все это все это очень серьезное изменение характера войны при этом Россия и КНДР имеют договор о стратегическом партнерстве в частности четвертая статья этого договора предусматривает предоставление военной помощи одной из сторон в случае войны таким образом руководство Северной Кореи по сути де юре и де факто становится участницей войны и они молча просто не упоминают но они по сути принимают выполняют самый вот этот четвертый пункт соглашения и сам он был подписан в июне 2024 года в ходе визита Путина в Северную Корею ну и собственно как на это все отвечают наши союзники США констатируют в частности зам посла США ВООН Роберт Вуд обратился как он сказал с полным уважением к российскому коллеге Небензи с вопросом неужели Россия утверждает что в России нет войск КНДР ну а Небензи поступил настоящий российский дипломат он просто проигнорировал этот вопрос то есть просто на него не не ответил ну и собственно говоря вся эта история говорит о том что Северная Корея как союзница России втягивается в войну и Украина вправе рассчитывать на то что если наши союзники не собираются они не собираются участвовать в войне они как минимум должны увеличивать объемы военной помощи в принципе об этом они говорили ну или как минимум начать сбивать ракеты и дроны которые летят по нашим европейским соседям в частности ракеты падали российские на территории Польши а дроны залетали на территорию Румынии в связи с этим группа американских конгрессменов от обеих партий то есть двупартийная поддержка и республиканцы и демократы обратились в письмо к Джо Байдену с просьбой разрешить Польшу перехватывать и нейтрализовывать ракеты летящие на территории Украины особенно те которые могут угрожать воздушному пространству Польши об этом пишет американское сетевое издание The Hill со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции текст письма запрос Польши о возможности перехвата и уничтожения ракет над Украиной неотложная необходимая мера поддержки Украины и защиты границ НАТО отмечают американские конгрессмены также ранее министр страны Польши Рудослав Сикорский заявлял что в ближайшие недели в Польше откроется американская база противоракетной обороны она будет перехватывать не только иранские ракеты смотрите как они готовятся иранские ракеты могут лететь через Европу в сторону США и к этому уже готовятся но также российские ракеты летящие в сторону Польши или других европейских союзников но пока официальная позиция Польши то есть есть разные члены кабинетов сейчас министр национальной обороны Владислав Кассини Камыш заявлял о том что летом говорил что Польша не будет сбивать российские ракеты на территории Украины без согласования со странами членами НАТО а вот министр стран Сикорский придерживается более радикальной гестребинной позиции но это Польша а в Европе есть такие страны как Словакия и Венгрия все понятно там все настолько очевидно и расчетливо настолько все мерзко что министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярта приехал в Минск и более того встретился с Сергеем Лавровым еще по-русски поприветствовал Лукашенко он заявил в частности о том что для него великая честь вернуться в Минск вот представьте великая честь вернуться в Минск к диктантору самопрошенному президенту утопившему в крови мирные подчеркиваю мирные протесты его собственных граждан а в Венгрии все получается это одобряет а больше всего Венгрия одобряет поставки по трубопроводу по нефтепроводу дружба которая идет через Белоруссию Украину в Венгрию и Словакию и поставки идут теперь уже не через Лукойл которая оказалась под санкциями а через венгерскую компанию мол мол точка би ю это компания это и собственно деньги это все что интересует сегодня Виктора Орбана и его кабинет министров какие ценности европейские если Орбан ездил в Тбилиси и поддерживал промосковскую партию грузинская мечта которая сфальсифицировала нагло просто на всех глазах сфальсифицировала парламентские выборы и единственный лидер стран ЕС Орбан приехал где его кстати освистали в Тбилиси слава богу порядочные честные люди в Грузии есть их много но к сожалению мы видим такие мерзавцы как Фицу Орбан и Сиарта они просто цинично плюют в глаза всем и в первую очередь своим собственным гражданам Фица попросился на парад в Москву сказал что для него будет большой честью приехать 9 мая обвинил Украину выступил на пропагандистском канале и ему там пообещали что он обязательно получит приглашение на 9 мая приехать в Москву он критиковал как и Сиарта Сиарта тоже критиковал Запад за антироссийские санкции критиковал международную поддержку Украины Фицу его естественно разнесла его собственная оппозиция в частности его выступление на российском пропагандистском канале но тем не менее Фицу первый из руководителей стран Европейского Союза который согласился участвовать в телепрограмме Московского пропагандистского канала даже Орбан до такого не опустился видите как странно даже даже скажу комплимент даже Орбан до такого не опустился офица опустился канал Россия один ну в принципе здесь уже говорить нечего он также выступил как он сказал против политики русофобии которая проявляется на международном уровне и выступает против обязательного единственного взгляда это он так говорит о позиции мирового сообщества которое осудило российскую агрессию ну и конечно вишенка на торте это его желание приехать 9 мая на парад в Москву он сказал что для него это будет честь что он туда его пригласят это понятно это позорище к сожалению это это ужасно все это показывает то в каком состоянии сейчас находится НАТО и это огромная проблема для Североатлантического Альянса наличие двух таких стран участниц ну и сегодня в Уфе ночью беспилотники атаковали промышленное предприятие речь идет о нефтеперерабатывающем заводе Башнефть Уфа нефтехим ранее в Финансшонтайм сообщался ссылка на свои источники о том что якобы в Катаре ведутся переговоры между Украиной и Россией что Украина не бьет по российским НПЗ а Россия не бьет по инфраструктуре энергетической это опровергли и в Офисе Президента Украины и об этом же тоже опровергляя заявил Песков ну и вот мы видим вот результаты ответ на публикацию Финансшонтаймс то есть никакого моратория на самом деле нет такие у нас новости друзья на сегодняшний день спасибо за просмотр видео подписывайтесь на канал лайкайте шерти комментируйте трансляцию не забывайте рекомендовать видео друзьям и знакомым берегите себя спасибо всем партнерам друзьям и спонсорам канала слава Украине слава ЗСУ слава украинскому спецназу с вами был майор украинской армии Тарас Березовец друзья до новых встреч пока пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»